МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа День в студии Анны Раченкова и сегодня в выпуске. Последние звонки, летняя оздоровительная кампания и благоустройство мытищенского лесопарка. Основные темы оперативного совещания. Никита Чаплин проконтролировал ремонт дорог в городском округе. Еще не закончился май, а Вулковское шоссе уже закончено. Общественная палата следит за ходом капитального ремонта домов. Работы должны быть закончены до отопительного сезона. Состоялось открытие 10-й международной выставки детских рисунков, ибо любовь Христова объемлет нас. Решила рисовать птицу, потому что я во дворе все время слушала, как птички поют. Новые работы и в картинной галерее мытищенцы могут познакомиться с чудесной страной. Многие работы написаны после прочтения книг. А теперь об этом и многом другом. Более подробно. Итоги учебного года. Подготовка к летней оздоровительной кампании и благоустройству Мутищенского лесопарка. Темы, которые обсудили на пятничном оперативном совещании в окружной администрации. Сколько детей поедут летом в лагеря, сколько в этом году отличились в учебе, культуре и спорте. Ответы на эти и другие вопросы узнаете из нашего первого сюжета. Юлия Федориненко расскажет подробности. Открывая оперативное совещание, глава округа Виктор Азаров обратил внимание собравшихся на предстоящий чемпионат мира. Во всем Подмосковье в целях безопасности вводится ряд ограничений. Поэтому необходимо выработать дорожную карту по ряду направлений. В частности, оборот алкогольной продукции, перемещение огнестрельного оружия и прочее, прочее, связано все, конечно, с безопасностью. Я попрошу руководителей, каждый по своей части, очень внимательно к этому отнестись, посмотреть, где что у нас реализуется, где у нас возникают проблемы, дабы в понедельник на оперативном совещании мы к этой теме вернемся. Я хотел бы от каждого услышать по его направлению докладку, короткий доклад, что делается и что сделано, на что необходимо обратить внимание. Затем перешли к повестке. Самый актуальный вопрос сегодня – итоги учебного года. Их подвели на традиционном празднике «Виват знания, творчество, спорт». А еще раз озвучила всем участникам оперативного совещания начальник управления образования округа Наталья Гречаная. Результаты весьма впечатляющие. 25 мытищинских школьников заслужили именные стипендии главы округа. 59 удостоены губернаторской премии. Еще 65 ребят стали победителями и призерами областных предметных олимпиад. И 9 человек заняли лидирующие позиции на всероссийском уровне. Кроме того, названы лучшие образовательные учреждения, преуспевшие по различным направлениям. Лучшее в учебе. Первое место – школа 6, второе – лицеи 15, третье – гимназии 16 и классика М. Лучшее в творчестве – лицеи 2, первое место, второе – школа 5 и третье – школа 10 и 24. Лучшее в спорте – первое место – школа 27, второе – 14 и третье место – 16 гимназии. Лучшее дошкольное образовательное учреждение первое место разделили второй и 72 детские сады, второе место – 57 и 69, третье место – 43 и 866. Учебный год завершен и наступили долгожданные каникулы. Чтобы у мытищенских ребят они прошли весело и интересно, а главное – с пользой, власти начинают заранее готовиться к летнему сезону. Сегодня, по словам начальника управления социальной политики Натальи Тергрегорян, завершена проверка всех детских оздоровительных учреждений. Это детский лагерь на базе ООО «Детский реабилитационный центр», расположенный в поселке Нагорное. Детский лагерь «Новая волна» на базе Ломоносовской школы «Зеленый мыс» и тематический лагерь на базе пансионата «Подмосковье». С 31 мая по 29 июня будут функционировать 20 лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений, в которых отдохнут 1760 детей. Последней с докладом выступила Татьяна Малешина. Она рассказала о благоустройстве мытищенского лесопарка. В 2018-м продолжатся работы по очистке леса от сухостоя и больных деревьев, прокладки дорожек, приступят к установке систем освещения и видеонаблюдения и завершат благоустройство пикниковой зоны и детской площадки. Впрочем, ждать выполнения полного перечня работ не стоит. Уже сегодня в Матищенском лесопарке можно отдыхать с детьми и гулять с собаками, да и просто дышать воздухом и заряжаться хорошим настроением. Юлия Федориненко, Андрей Капустин, информационная программа «День». 25 мая наш округ посетил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. Он побывал на Волковском шоссе, где сейчас идут ремонтные работы по замене дорожного полотна. Неделю назад на этом участке Волковского шоссе начались ремонтные работы. За это время здесь на площади более 50 тысяч квадратных метров было заменено асфальтобетонное покрытие. 25 мая – день завершения основных работ. Через некоторое время после обката верхнего слоя смеси на этом участке появится свежая разметка. Оценил проведенные работы первый зампред Московской областной думы Никита Чаплин. Ну, неделю подождем, нанесем разметку и будем констатировать, что объект закончен. Или лаборатор потом проверяет, да? Да, когда мы разметку наносим и сразу заявим. Ну, это новое как бы покрытие, да? В городском округе Матища большой объем региональных дорог. Еще пару лет назад их ремонт и обслуживание вызывали вопросы у властей и местных жителей. Нередкими были задержки и некачественное выполнение обязательств Мосавтодора. Мне кажется, за эти два года Мосавтодор достаточно уверенно подтянулся. И это, конечно, совместная работа с Министерством транспорта области, с министром Сергеем Борисовичем Тресковым. Наша задача сейчас выполнить ремонты. Они выполняются не в сентябре месяце, как это было, к сожалению, 2-3 года назад. Они выполняются в мае. Практически еще не закончился май, а Волковское шоссе уже закончено. Это показатель качества сроков выполнения работ. А качество нового покрытия специалисты оценят чуть позже. Работы по экспертизе выполняет независимая лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов. Государственное предприятие «Лабрадор». Кстати, предыдущий ремонт этого участка выполнялся 5 лет назад, превысив тем самым гарантийный срок на 2 года. Поскольку это щебеночно-мастичный асфальтобетон, и в нем основная структура является щебень, держится, конечно, он намного дольше, чем иные асфальтобетонные смеси традиционные. Поэтому рассчитываем, что как минимум 3 года мы обойдемся без привлечения по гарантийным обязательствам подрядной организации. В этом году в нашем округе Мосавтодор отремонтируют 11 участков дорожной сети. Общий объем финансирования составит порядка 300 миллионов рублей. Анна Роченкова, Денис Петров, информационная программа «День». Состоялось заседание комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытища. Вопросы капитального ремонта жилого фонда рассмотрели представители общественности. На встрече присутствовал советник генерального директора фонда капитального ремонта Московской области. Сегодня с представителями общественности встретился советник генерального директора фонда капитального ремонта Московской области Петр Шпира. Программа капитального ремонта в нашем округе реализуется не первый год. И за это время, кроме обновленных фасадов домов, лифтов и надежных крыш, некоторые жители приобрели неприятный опыт общения с недобросовестной компанией СК-2000. На настоящий момент мы с ними договорные отношения разрываем. Переходит оно, к сожалению, в такой аспект не очень хороший, судебный. Недоделанные работы по итогам конкурсного отбора будет выполнять организация «Старт-Эн». Жителям уже в ближайшем будущем предстоит оценить качество работы этой организации. А субподрядной организацией в округе выбрана компания ООО «Эверест», которая довольно быстро и успешно справляется с поставленной задачей и уже получила благодарность от жителей обновленных домов в Пироговском, Марфино и Федоскино. До августа объекты программы капитального ремонта 2017 года будут закрыты полностью, а в сентябре завершат часть сезонных работ, запланированных на 2018 год. Фонд капитального ремонта акцентировал внимание исполнителей работ, на то, что сезонные работы должны быть закончены до отопительного сезона. Это система подачи тепломосителя по горячей воде, по системе отопления. Вот, подчеркиваю, до отопительного сезона, сентябрь месяц. Работы по кровлям должны быть закончены до 1 ноября. На заседании участники комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи получили разъяснение по реализации программы капитального ремонта. Задали волнующие жители вопросы, в том числе и по уже выполненным работам. А чтобы не быть голословными в своих обращениях, участники совещания посетили проблемные дома. Вот, например, здесь, на улице Лётная, 18, строительный материал по утеплению ремонта кровли дома благополучно лежит на крыше уже почти два года. И теперь общественники выяснили, что он будет заменен и кровля отремонтирована. При некачественном исполнении каких-то работ фондом капитального ремонта они оставляют за собой гарантийные обязательства. И при возникновении каких-то ситуаций фонд будет принимать участие в их ликвидации. Дальше комиссии предстояло проверить качество выполненных работ по другим адресам и пообщаться с жителями Федоскина, которые своим капитальным ремонтом довольны. Мы наладили сегодня контакт непосредственно общественности и с представителями фонда капитального ремонта, это технического контроля по сбору платежей за капитальный ремонт. И я надеюсь, что наши тесные и плодотворные взаимоотношения с фондом продолжатся. Дарья Ленская, Андрей Капустин, информационная программа «День». 24 мая в территориальном управлении Пироговский состоялась встреча сельских старост. Такие рабочие совещания проходят регулярно и придумывать темы для обсуждения не приходится. В поселках и деревнях всегда есть насущные вопросы, решение которых возможно лишь при взаимодействии местных жителей и власти. Старосты сельских территорий – это самые неравнодушные жители поселков и деревень. Каждый день они сталкиваются с множеством проблем, не глобальных, но все же очень важных для сельских жителей. Починить дорогу, отремонтировать информационный щит, привести в порядок контейнерную площадку – все это ежедневная рутина. Но бывают и форс-мажоры, когда без полиции не обойтись. У нас по повестке дня, по многочисленным просьбам старост и общественности – это встреча с представителями правоохранительных органов. То есть у нас сегодня присутствует представитель межмуниципального управления МВД России Матищинская – это Наталья Сергеевна Кухаренко. И исполняющий обязанности – заместитель начальника 4-го отдела полиции, мое полиции Максим Сергеевич Шишков. Сельские территории в Подмосковье – это особая зона. Здесь очень много коттеджей, которые являются лакомым кусочком для преступников. В принципе, мы только хромаем по кражам с частных домов. Ввиду того, что в настоящее время еще больше все расстраивается, больше народу приток, который не местный, нелегалов тоже очень много. Также у нас сейчас проблемы идут с оперативным составом в отделе. Очень много молодых сотрудников, которые менее опытные, чем прошлые сотрудники, которые ушли на пенсию. Взаимодействие участковых со старостами улучшает раскрываемость преступлений в районе и в целом снижает уровень преступности. Сотрудники полиции, обращаясь к селянам, напомнили, что даже незначительная на первый взгляд информация может пригодиться следствию. Некоторые граждане просто боятся ее говорить, полиция. В итоге они будут, скорее всего, говорить это намного проще старости, либо соседу, сосед старости. Никогда мы не раскрываем источники, кто нам сказал, что нам сказал. Поэтому успокойте граждан. Если у граждан есть что-то сказать полиции, можете через вас передать. Вы передадите участковому. Никто не скажет, что это сказал старост. Например, не надо бояться. Волнует старост вопрос мигрантов. Многие из иностранцев проживают на территории Российской Федерации незаконно. Сельские жители потребовали от сотрудников полиции уделить этой теме особое внимание. Также в рамках повестки были затронуты вопросы, всегда актуальные в летний период. У нас сейчас вот этот борщевик, он, конечно, заполонил все. И с ним очень сложно бороться. Его нужно прямо на корню, как бы, пока он еще не зацвел, нужно уничтожать. Но он очень тяжело уничтожается. Все вопросы, затронтые на совещании, будут отражены в протоколе. Решение многих из них не заставит себя ждать. Так или иначе, окончательные итоги будут подведены на следующей встрече. Там же будут озвучены новые вопросы, волнующие сельских жителей. Анна Раченкова, Денис Петров. Информационная программа. День. Мытищинская делегация на днях вернулась из города партнера Барановичей. В минувшие выходные белорусские друзья отмечали День города и по традиции пригласили своих побратимов. Мытищи в Беларуси представлял заместитель главы окружной администрации Юрий Уланов. В рубрике «Актуальное интервью» он расскажет о том, какие еще вопросы обсуждались в ходе визита. Юрий Николаевич, какой по счету день рождения отмечал наш побратим город Барановичем? В этом году Барановичи справляли 147-й день рождения. Удивительно, обширная программа была и в субботу, и в воскресенье. За нами были закреплены два заместителя, заместители по финансам и по жилищно-коммунальному хозяйству. Конечно, внимание огромное уделяется всем делегациям. Делегация побратимов вообще 22 города у Барановичей. Они любят дружить с разными городами разных стран. У них есть побратимы и в Китае, и в Украине, и в Европе. А в частности, в этом году было представлено 6 делегаций. Мы, как одни из старейших побратимов, старые друзья, а дружим мы с Барановичами с 2000 года. Собственно, осенью 2000 года первый протокол о сотрудничестве был подписан тогда еще Александром Федоровичем Мурашовым и бывшим мэром города Барановичи, с которым мы тоже встречались. Он сейчас уже не работает, он возглавляет одно из предприятий. Но очень тепло всегда вспоминает и привет передает всем. Какие мероприятия включала в себя программа празднования Дня города? Программа удивительно разнообразная была. И праздничные мероприятия всю ночь, буквально до двух часов, и для молодежи, и для взрослых. И площадок для празднования было удивительно много. Начиная от ночи в музеях и заканчивая праздничное шоу, и фейерверки, и дискотека до двух часов. И в совокупности площадь там огромная, принимало участие в праздновании около 30 тысяч жителей. И все это очень организованно, интересно было, и с точки зрения дисциплины. Ну, вообще, белорусский народ, он организованный такой народ и интересный. А кроме праздников, торжественного приема в мэрии и на улице вот этого приема, были естественные экскурсии. И кроме того, кроме экскурсий по городу, мы были на ряде предприятий. В частности, ну, коли уж я занимаюсь системой жизнеобеспечения, да, мне, конечно, было интересно посетить Барановический водоканал. Удивительно, интереснейшее предприятие, культура производства удивительная. Ну, рассказали, так сказать, систему диспетчеризации и подготовки воды. Кроме того, они еще и на розлив воду, веда, так называемая вода, вот сейчас уже запустили линию, да, по фасовке воды. И причем подготовку воды вот этого питьевой, они удивительным образом делают по своей технологии, там, кремниевые эти фильтры и так далее. Ну, интересно. Какие предприятия еще удалось посетить в ходе визита? В этом предприятии вообще 15 крупнейших предприятий, которые все успешно работают, ну, таких градообразующих, да, вот. И одно из предприятий Торгмаш. Это предприятие, очень высококлассное предприятие, ему 60 лет уже, вот, и никогда специализацию они не меняли. А что это такое? Они производят высококлассное оборудование для торговли и для, ну, для кухонь. То есть профессиональное оборудование, ну, мясорубки там профессиональные, ну, и так далее, и так далее, там, вот, целая линейка, целая линейка, там, картофель чистки, ну, и так далее. И все это из нержавеющей стали. И оборудование очень конкурентоспособное. Пожалуй, вот, как они сказали, конкуренцию составляют только китайцы. Ну, демпфируют ценой, вот. 80% данного предприятия ориентировано на российский рынок, как, в общем-то, и многие-многие-многие предприятия, конечно, ориентированы на российский рынок. Где-то вот от 50 до 80% это так. Естественно, и завоевывают такую вот конкурентную продукцию и Европу. Вот, и остается только пожелать нашим друзьям, вот, успешной работы и с тем, чтобы дружба наша вообще, ну, сказать, осталась, ну, укреплялась, да. И они же всегда, каждый год приезжают к нам на празднование, и мы. То есть, вот, не бывает перерывов в отношениях, да, и поэтому, видно, и уважительно, и мы относимся к ним. И, соответственно, они к нам. Так что, вот, такая удивительная, удивительная поездка была у меня вот в прошедшие выходные. О предупреждении административных правонарушений в подростковой среде и молодежном досуге говорили накануне члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Юрий Жигулин, председатель коллегиального органа, заметил, что тема особенно актуальна в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в России этим летом. Подростки, особенно те, что поставлены на учет, не должны слоняться без дела. Каким будет решение этой задачи, знает Надежда Трифонова. Взяла в отделе косметики с витрины следующий товар. Товар, спрятанный в карманах кофты, не оплатила и вышла за линию указ с неоплаченным товаром. Согласно представленной справке из Герпвермаркета, стоимость похищенного товара составляет 1793 рубля 80 копеек. Идет очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Члены коллегиального органа рассматривают персональные дела. Эта 15-летняя Матищенко оказалась среди тех, кому предстоит ответить за свой противозаконный поступок. Ты же понимал, ты принесешь вещи домой. Мама с папой спросят, откуда у тебя, Юля, эти вещи появились. Пришлось бы врать. На одном вранье рождается другое вранье. И так пошла череда безогазий. Ты должна запомнить, что брать чужое – это плохо. Это категорически плохо. Если ты все это дело запомнишь и справишься, все будет у тебя в порядке. Давайте мы принимаем решение, ну что мы будем мучить ребенка. За девушку заступились педагоги и полицейские. Она воспитывается в благополучной семье, ведет активную общественную жизнь, хорошо учится и до сих пор никогда ничего подобного не совершала. Однако за этим подростком какое-то время теперь будут пристально наблюдать сотрудники соответствующих служб. Во время летних каникул она не сможет без дела слоняться по улицам. Впрочем, как и ее сверстники. Для этого администрация городского округа Матища готовит специальные мероприятия. Вот-вот начнут работать 25 площадок дневного пребывания детей и подростков. 20 из них организованы на базе школ. Сейчас мы в завершающую стадию вступили и Межведовская комиссия проводит приемку этих самых мест отдыха. С 31 мая наши места отдыха должны быть готовы принять детишек на летний отдых. Молодые мытищинцы будут не только отдыхать, но и работать, в том числе над собой. Троицкая дружина готова принять на перевоспитание трудных подростков. Матищинский центр занятости населения предоставит сезонную работу школьникам. Свою лепту в организацию досуга несовершеннолетних вынесет и физкультурно-спортивный сектор. У нас сразу же стартует спартакиада лагерей дневного пребывания. Тоже по нескольким видам спорта. И спартакиада, что очень важно, это уже больше затрагивает несовершеннолетних, с которыми комиссия работает. Это спартакиада среди дворовых команд летняя по 10 видам спорта. Кроме того, летом, как и в течение учебного года, школьники смогут сдавать комплекс «Готов к труду и обороне». Юрий Жигулин подчеркнул, что в этом сезоне особенно важно направить энергию подростков на совершение хороших дел. Он считает, что скоро у них появится слишком много соблазнов. В России стартует чемпионат мира по футболу «ФИФА-2018». Надежда Трифонова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Во всех Святском храме городского округа Мутища состоялась 10-я международная выставка детских рисунков «Ибо любовь Христова объемлет нас». Организаторы выставки обмениваются работами своих подопечных, и таким образом экспозиция одновременно происходит в двух странах – России и Болгарии. Организаторами международной выставки детских рисунков «Ибо любовь Христова объемлет нас» являются фонд потомков героев русско-турецкой войны 1877-1878 годов «Самарское знамя» и приход всех Святского храма. В десятый раз ребята из России, Болгарии, США и других стран создают работы, посвященные Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Вот этот день славянской письменности, который отмечается, для нас он немножко шире, потому что мы празднуем праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по болгарским методиям Кирилла, которые не только нам подарили письменность, но это и святые, которые своей жизнью показали какой-то пример. Идея создания выставки у Ирины и Владислава Каховских появилась после посещения в 2008 году Болгарии. Там похоронен предок Ирины, подполковник, национальный герой Болгарии Павел Калитин. В этой поездке мытихинцы познакомились с представителями Троицкого храма в городе Старозагора. Именно с этого и началось сотрудничество длиною в 10 лет. Мы решили организовать выставку между двумя странами – Болгарией и Россией. Я ей посылаю наши работы электронные, она мне, и одновременно открываем выставки. Потом к ним присоединились не только болгары, но и другие страны. У нас, как вы видели, страны эти помечены флажками, есть и Америка, есть и даже Латвия в этом году, есть и Испания, Италия, Греция. Ну, я все просто не перечислю. Для участников никаких тематических границ нет. Кто-то рисует свою семью, родных, друзей, кто-то выбирает церковную тематику. Ребята рисуют пейзажи, сказочных героев и даже описывают трагические события. Например, одна работа, прислана из Латвии, посвящена погибшим при пожаре в торговом центре города Кемерово. Они все красивые, потому что все дети старались, но особенно мне нравится мой рисунок, потому что у меня птица счастье. Я его рисовала два дня, и я решила рисовать птицу, потому что я во дворе все время слушала, как птички поют. Мне очень понравилось. Свои рисунки присылают не только прихожане православных храмов, но и почитатели других течений христианства. В этом году поступило более 300 работ. Основа все-таки была заложена, и она есть, и она будет до скончания века. Это слова самого Спасителя, которые мы здесь видим в Евангелии от Иоанна. Да будут все едины. Это и есть основа. И основа единственна, потому что церковь неделима. И она, церковь, которая представляет тело Христова, она не делится, она всегда будет единым. И это самое главное, это объединяет народы, это подготовливает всех к самому прекрасному, к самому вечному, которому мы называем рай. Открытие выставки сопровождалось мелодичным перезвоном колокольчиков, привезенных из Болгарии, и звоном колоколов Всехсвятского храма. В завершении праздника во дворе храма ребята запустили салют из мыльных пузырей, а после чаепития приступили к подготовке новых работ для участия в выставке следующего года. Анна Роченкова, Денис Петров, информационная программа «День». Чудесная страна. Под таким названием открылась новая выставка в картиной галереи. На ней представлены лучшие работы учащихся художественных школ округа. 500 работ – это детский творческий отчет за год. На мир глазами детей. Чудесную страну взглянула наша съемочная группа. «Чудесная страна» – это ежегодная выставка детского творчества. На этот раз около 500 новых работ представили юные таланты девяти художественных школ и школ искусств городского округа Мытища. Я думаю, на этой выставке есть уникальная возможность посмотреть и выбрать для себя, куда мне пойти учиться, в какую школу, потому что здесь все школы представлены. И по этим работам можно подумать и родителям, и детям. В завершение учебного года лучшие работы вошли в экспозицию выставки. Графика, живопись, композиции. В представленных детских работах можно увидеть все виды и жанры изобразительного искусства. Мы не первый раз выставляем работы нашей учащейся и не менее талантливых детей, которые были сделаны под руководством, не менее талантливых детей. На открытии выставки прозвучали классические произведения воспитанников музыкальной школы. Для организаторов было важно подчеркнуть единение всех видов искусств. То, что музыка, литература и живопись воспитывают с детства, понимание красоты осознают и юные художники. Важно вдохновляться чем-то перед тем, как написать работу, музыкой, чтением. Я вдохновляюсь книгами. Многие работы написаны после прочтения книг. Не обязательно каждый из этих юных художников станет художником в профессиональном понимании этого слова. Но каждый из них, из этих ребят, получит тот нравственный багаж, на котором будет строиться дальнейшая их жизнь. Выставлять свои первые работы на Центральной Матичинской площадке начинающие художники смогли во многом благодаря своим талантливым учителям, для которых важно не только научить владеть кистью, но и раскрыть личность и помочь найти каждому ученику свой художественный стиль. Учителя, они очень талантливые, они очень приятные, они разговаривают, они вот как родители, и они все объясняют. И правда, очень с ними весело, и очень хочется учиться, ходить к чему-то учиться. От простых приемов к более сложным. Работы представлены в различных техниках. Показано в экспозиции еще одно направление – макетирование. Проектно-исследовательское моделирование наверняка пригодится творческим молодым людям в будущей профессии, но уже сегодня очень помогает для развития логики и мышления. А для влюбленных в живопись с детства объемы и масштабы интересны только на полотне. Больше всего мне нравится, конечно, живопись, потому что краски, кисти – это что-то такое родное. Чувствуешь это и запах, и прикосновение, и ты это прям ощущаешь и понимаешь, что ты делаешь. Ощущение чудесной страны, детства, волшебства и безграничной фантазии продлится в зале галереи до 26 июня. Дарья Линска, Денис Корнев, информационная программа «День». Участники 25-го Кубка Дружбы играют в последние матчи. Награды уже ждут победителей. В этом году турнир посвящен Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Сегодня вся страна находится в ожидании этого грандиозного события. Достойно несут почетное знамя и мытищинские спортсмены-любители. Юбилейный Кубок Дружбы был захватывающим и полным сюрпризов. Не исключение борьба за первое место между детскими командами Мытищинской школы музыкального воспитания и школой номер 12. Подробности в сюжете. Приоткроем завесу тайны. Вот такие кружки в числе прочих призов получат победители 25-го юбилейного Кубка Дружбы. Фотографией поделился автор турнира и главный судья соревнований Андрей Налогин. А пока награды ждут героев, на стадионе Дружба идут последние бои. В принципе, 25-й Кубок Дружбы определил победителей. Победители определились. Есть только сомнения в том, кто займет, особенно среди взрослых, второе и третье места. Нам известен один из победителей. Накануне за первое место сражались детские команды. На поле вышли спортсмены Мытищинской школы музыкального воспитания и школы номер 12. В начале матча соперники шли ноздря в ноздрю. К концу первого тайма определился лидер. Циболисты из 12-й школы забили три мяча, а пропустили всего один. Вот как вспоминает игру Андрей Налогин. Он же тренер команды Мытищинской школы музыкального воспитания. Я судья. Я не могу вмешиваться и направлять в свою команду. У нас трибуны заполнены нашими болельщиками. Они тоже приумолкли, потому что понимают, что развязка может быть совершенно удручающая. Только в перерыве Андрей Налогин смог пообщаться с командой. И вот результат. Футболисты из Мытищинской школы музыкального воспитания завершают второй тайм со счетом 6-4. Они победители турнира. Удачно начав встречу, команда школы номер 12 ее проиграла. Вот это интрига. Я очень рад, потому что самое главное достижение в том, что когда дети начинают слышать. Потому что слушать они слушают, но не всегда до них доходят. А тут очень четко. Ты им даешь установку, они слышат тебя. Они выполняют эти установки независимо, как они их воспринимают. Это положительное, с отрицательное. А когда видят положительный результат, то, что ты говоришь им, и это на самом деле так, то после этого уровень доверия к учителю возрастает многократно. До конца турнира осталось всего две встречи. За второе и третье места сразятся команды «Дружба» и школы номер 12. Взрослым спортсменам-любителям также предстоит серьезная игра. На поле выйдут команды «Дружба» и школы номер 28. Они будут бороться за первое и второе места. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». На этом я с вами прощаюсь. Еще больше информации на сайте Первого Матищинского. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Премия «Наше Подмосковье» была учреждена губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым в 2013 году с целью поддержки социальной активности и проявления гражданской инициативы жителей Московской области. За пять лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию. В этом году будут вручены 2018 наград. Призовой фонд остался неизменным. После одобрения анкеты вы можете подать свой отдельный проект или присоединиться в качестве участника к инициативной группе проекта. Каждый соискатель может заявить только один проект. Заявки на участие принимаются с 26 марта по 31 мая 2018 года. До 8 июня к проекту на сайте должны присоединиться остальные его участники в соответствии с выбранной категорией подачи проекта. Выбранная вами категория обязательно должна соответствовать количеству членов инициативной группы, присоединившихся к вашему проекту. Проекты подаются по категориям, в зависимости от количества участников, вовлеченных в реализацию проекта. Это сделано для того, чтобы у всех были равные возможности на победу, чтобы участники соревновались в своих весовых категориях. Категория «Инициатива» – количество членов инициативной группы, реализующей проект от 1 до 15 человек. Категория «Команда» – от 16 до 50 человек. Категория «Объединение» – от 51 до 100 человек. Категория «Сообщество» – свыше 100 человек, участвующих в проекте. В каждой категории принимаются проекты, направленные на работу с молодежью и развитие массового и дворового спорта, развитие науки и информационных технологий, работа по патриотическому воспитанию и общественный контроль, развитие волонтерской деятельности и благотворительность, охрана окружающей среды и создание приютов. Развитие, краеведение и сохранение объектов культурного наследия. В июне и июле в муниципалитетах пройдут презентации проектов. Это обязательное условие конкурса. Каждый участник премии должен лично подтвердить авторство своего проекта и рассказать о целях, задачах и социальной значимости проекта. Дополнительную информацию об условиях участия вы можете найти в разделе «Премия» на официальном сайте наша-дефиз-подмосковья.рф Я боюсь сдавать экзамены. Сейчас все говорят «учись, учись, иначе ничего не достигнешь». Вся жизнь нацелена на ЕГЭ. Такое ощущение, как будто ЕГЭ – это самое главное в нашей жизни. Если я не сдам ЕГЭ, то весь мир рухнет. В общем-то, я боюсь разволноваться, растеряться, ничего не написать. Тогда я получу низкий балл. И я не поступлю в хороший вуз. Что тогда? Я ничего не достигла? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не ставь в холодильник горячее блюдо. Еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишься двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты! А ты! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok